Чеченский след в терактах в Бостоне. Виновники взрывов два брата родом из Северного Кавказа Джохар и Тамерлан Царнаевы. Так считают в ФБР. И они уже несколько лет жили в Соединенных Штатах. Один из исполнителей, старший брат, был убит в ночь на пятницу. В Бостоне проходит спецоперация. Ищут второго исполнителя терактов. Детали в материале наших корреспондентов. Зачистка в Бостоне. Сразу несколько районов города оцепили. Где жители эвакуируют, транспорт не ходит. Прочесывают каждую улицу, каждый дом. Найти 19-летнего Джохара Царнаева не так просто. Ищут в этом кольце. На карте места, где появлялись братья Царнаевы. Это места теракта во время марафона. Территория Массачусетского технологического института, где ночью был убит полицейский. И район на окраине Бостона. Именно здесь прошла перестрелка, в которой погиб один из братьев Тамерлан. Губернатор штата призвал жителей не выходить на улицы и не открывать двери незнакомцам. Американские СМИ предупреждают. На Джохаре Царнаеве может быть пояс шахида. Мы отсмотрим все на своем пути, проверим каждый угол. Это очень кропотливая работа. Братьям Царнаевым 19 и 26 лет. Они попали в объективы камер наблюдения во время марафона. Силовики вышли на их след только вчера. Вот предполагаемые организаторы взрывов. Старший брат Тамерлан учился на инженера. Занимался боксом и хотел попасть в Олимпийскую сборную США. Встречался с девушкой португальско-итальянского происхождения. Под его влиянием она приняла ислам. Правда, пара разошлась после того, как в 2009 году Тамерлан избил подругу. О старшем из братьев негативно отзывается родной дядя. Он назвал его трусом и неудачником. Когда я услышал о происходящем из новостей, я был шокирован. Это просто невозможно, чтобы моего племянника Тамерлана убили. Младший из братьев Джахар, которого ищет полиция, два года назад закончил школу в Бостоне. Увлекается футболом, не курит, не употребляет алкоголь. Его родной отец, проживающий в Махачкале, называет сына чистым ангелом. В Махачкалу семья переехала из Кыргызстана в 2001-м. В школе, куда ходили братья, остались журналы с их оценками. Директор учебного заведения, правда, говорит, братья у них проучились недолго. А в марте 2002 года они выбыли Соединенные Штаты Америки. Пока Джахара ищут американские медиа, вовсю обсуждают причины терактов. Здесь впервые так проявили себя выходцы из Кавказа. Журналисты называют Царнаевых чеченцами. Но президент Чечни Рамзан Кадыров утверждает, его земляков с такой фамилией нет и называет их осетинами. Царнаевых мы не знаем, они в Чечне не проживали, жили и учились в Америке. То, что произошло в Бостоне, вина американских спецслужб. Родственники братьев тоже допускают, что Тамерлан и Джахар стали просто инструментом в руках спецслужб. А вот каких не уточняют. Многие политологи тут же вспомнили поспешные заявления российского руководства о предоставлении помощи сразу после терактов на марафоне. Быть всегда на чеку призывает американская пресса местное население. Черная неделя в Соединенных Штатах продолжается. Взрыв во время бостонского марафона, письма с рецином для Барака Обамы, взрыв на заводе в Техасе. Эксперты состязаются в догадках. Случайно ли все это? И чего еще ждать? До конца недели, еще два дня. Анна Гороженко, подробности, телеканал Интер. И прямо сейчас стало известно, что ФБР допрашивают женщину, которая представилась сестрой Царнаевы, Ханилой.